Как говорил герой Юрия Никулина в одном известном фильме, упал очнулся гипс. Типичный сценарий рядового пациента травматологического отделения Тверской больницы скорой медицинской помощи. Один из частых и вместе с тем сложных диагнозов при этом перелом шейки бедра. Прежде с такой травмой требовалась сложная операция и долгое лечение, которое редко обходилось без последствий. С этого года врачи стали лечить такую травму иначе, и пациенты начинают вставать уже на следующий день. Что изменилось в тактике лечения, расскажет наш корреспондент. Пациент травматологического отделения Игорь Сологубов оказался на больничной койке в минувшее воскресенье. Делал на бане крышу, упал, получил перелом руки и шейки бедра. Еще пару лет назад лечение заняло бы несколько месяцев. Сейчас же все иначе. Операцию сделали почти сразу же. Спустя два дня мужчина сам передвигается по коридору. Привезли меня где-то в час-два ночи. И уже на утро, когда началась смена, когда врачи все пришли, назначили операцию, сделали. Ну, насколько вижу, все удачно, все хорошо, прекрасно. У нас хорошие врачи выполнили все качественно, сделали все хорошо. С таким же диагнозом в руки травматологов попал и другой пациент. История проста. Неудачно оступился. Итог – перелом шейки бедра. Также быстро была проведена операция. И вот пациент сам ходит по отделению. С костелем уже на следующий день я уже начал ходить. Один день прошло, уже сам самостоятельно хожу в туалет, везде. Через два месяца обещали, что все будет уже полностью здорово. С начала 2023 года в силу вступили новые клинические рекомендации, в соответствии с которыми подобные травмы должны быть прооперированы в течение 48-72 часов. Именно поэтому оба мужчина практически сразу же попали на операционный стол. Были установлены стягивающие винты, компрессирующие, с целью стабилизации перелома. Делается это в крайние сроки, в райние сроки, с целью того, чтобы улучшить прогнозы по сращению этих переломов. Так как оба пациента падали с высоты, это сканеретическая травма, это плохой фактор считается. Возраст относительно молодой, но все-таки. Переломы плохо расслабжаются. Риск несращения очень большой. И чем больше идет отсрочка данной операции, тем выше этот риск. Такие операции позволяют пациенту как можно быстрее начать реабилитацию и вернуться к привычному образу жизни. Рассказывает заведующий травматологическим отделением Тверской больницы скорой медицинской помощи. Раньше, когда пациенты поступали к нам в стационар, да не только к нам с такими повреждениями, они должны были проходить очень длительное обследование, которое занимало несколько дней. И очень часто в период этого обследования выявлялись осложнения. Такие как флиботромбоз, пролежни, пневмония. Что, естественно, исключало проведение оперативного вмешательства. По новым рекомендациям, вот этот перечень анализов сокращен. И мы берем этих пациентов именно по жизненным показаниям. Кроме того, в этом случае удается избежать более сложной операции, протезирования, которым часто заканчивается неправильное лечение таких травм. Не приговор, говорят врачи, и возраст пациента. Ведь часто перелом шейки бедра получают возрастные граждане. В таких случаях, если нет противопоказаний, врачи прооперируют пациента также в максимально короткие сроки. И человек может раньше приступить к реабилитации и вернуться к нормальной жизни. С начала этого года, говорят врачи, пациенты, которые перенесли такую операцию, максимально быстро смогли восстановиться. И на плановые осмотры приходят уже на своих двоих. Продолжение следует...